Сегодня у нас первый урок на тему как заказывать на Алиэкспресс, как покупать в Китае. Я Данил Букреев и прежде чем мы начнем, я хочу вам рассказать свою небольшую краткую предысторию о том, как я пришел к этому. Изначально я обычный студент, ничего особенного, в принципе, как и многие те, кто сейчас смотрит это видео. Немного у меня совсем денег, но, как всегда, денег мало, амбиций много, хочется чего-то нового, хочется что-то покупать, что-то пробовать. И таким образом мы загорелись такой идеей, как купить телефон в Китае. Телефон мы хотели покупать моей девушке, у нее был день рождения, ей подарили деньги. И вот мы решили, что можно приобрести вот такую незаменимую вещь, как бы он ей нужен был для учебы, полезная вещь. Вот, то есть первая наша покупка в Китае, это было довольно глобальное, это был телефон, обошелся он нам примерно в 2000 гривен. Не знали мы ни как оплачивать, ни как общаться с продавцами, все по крупицам собирали в интернете. И вот уже прошло больше года, я уже имею определенный опыт в этой сфере, я уже могу поделиться этими знаниями с вами. В общем, сайт Алиэкспресс для меня открыл новые возможности, я нахожу в нем очень много плюсов. Это хорошие цены, это общение с продавцами напрямую, это довольно-таки быстрая и, так скажем, бесплатная доставка. То есть на Алиэкспресс я могу найти практически все, что я хочу, некоторые уникальные вещи и тому подобное. Это вы можете увидеть на моих обзорах, которые я выкладываю. Я, конечно, выкладываю обзоры не всех своих покупок, но вы можете это видеть. В принципе, давайте мы с вами все-таки будем уже переходить к нашему первому видео. Продолжим наше общение с вами. Сейчас я уже непосредственно перейду конкретно к своим советам, к своим объяснениям. И начну я все-таки с почтового ящика. Вам нужен почтовый ящик, которому вы имеете доступ. Я рекомендую сервис Яндекс, где вы легко можете создать почтовый ящик. Все очень просто, я думаю, на этом не стоит зацикливать свое внимание. Вы можете создать и на Mail.ru, и на Яндексе, или использовать гугловский ящик, это не важно. Что еще я советую вам сделать для начала, это скачать браузер Chrome, Google Chrome. Почему это удобный браузер? Тем, что автоматически переводят страницы, которые мы посещаем, так как сайт Алиэкспресс еще не весь переведен на русский язык. И все равно этот перевод довольно кривоват. Иногда браузер со своим переводчиком нам помогает. Но если вы хорошо ориентируетесь в английском языке, вам это не понадобится. Теперь мы уже перейдем конкретно к регистрации на Алиэкспресс. Нажимаем, что это не я, я вам просто покажу, как регистрироваться. Здесь непосредственно вы вводите свой существующий mail-адрес, к которому вы имеете доступ, так как потом нужно вам будет подтвердить свою учетную запись Алиэкспресс. Здесь вы вводите имя и свою фамилию. Вводить нужно на транслите. То есть я, например, Данил Букреев ввожу так. Данил Букреев. Вводим эти данные на транслите. Пароль. Повторение пароля. Здесь мы выбираем конечный покупатель, так как мы являемся конечным покупателем, а не оптовиком или чем-то подобным. Выбираем. Если вы есть конечный покупатель, тогда выбираем конечный покупатель. Вводим капчу-код и просто-напросто нажимаем «Создать мой аккаунт». Так как у меня аккаунт уже создан, мы уже перейдем непосредственно ко входу на Алиэкспресс. Я вот буду заходить на свой аккаунт. Не забудьте подтвердить свою учетную запись. Вам придет письмо на e-mail. Вводим свой e-mail уже. Мы входим на сайт. Объясняю все пошагово, чтобы не возникало лишних вопросов. Лучше лишний раз 20 секунд потратить, но зато не будет у вас никаких лишних вопросов. И я захожу на сайт. Сайт не сохраняет ни пароль, ни e-mail адрес. Нужно каждый раз вводить заново. Вот я вошел в свой аккаунт. Здесь я совершал только одну покупку на этом аккаунте. Он, как бы так сказать, запасной, грубо говоря, на всякий случай. Вы видите, появилась строка «Мой Алиэкспресс», «Помощь», «Сообщество», «Пройти-ка Алибаба». Как вы видите, эта страничка переведена на русский язык. «Мой Алиэкспресс», «Мои заказы», «Мои сообщения», «Мои списки», «Мои купоны». Это мы сейчас все с вами обсудим. И сейчас, я думаю, что нам для начала, если вы совершенно новый пользователь на Алиэкспресс, нам нужно все-таки добавить сразу наш адрес, адрес для доставки. То есть, чтобы наши посылки приходили сразу, куда нужно. Когда мы будем заказывать, я вам покажу, как это работает, вы увидите. Мы заходим в «Мой Алиэкспресс», просто нажимаем «Мой Алиэкспресс». Видите, «Гугл Хром», я могу выбрать русский. Оп, «Гугл Переводчик» все меня перевел на русский. Ну, иногда это удобно, иногда это даже мешает. Адрес доставки, как мы видим. Заходим сюда. Здесь очень внимательно. Все данные нужно заполнять на транслите, то есть транслитом. И нужно заполнять все правильно, чтобы посылка дошла именно вам в руки. То есть, контактное лицо, я пишу «Данил Букреев». «Страна-регион». Я, например, живу в Украине, я выбираю Украину. Как всегда, она где-то прячется. Украина. Улица. Я вам еще дам ссылочку на такую удобную серию «Странслит по-русски». То есть, например, ну пусть будет, я не буду свой адрес озвучивать лишний раз. Например, пусть у нас там будет улица, я не знаю, ну пусть будет улица Пушкина. То есть, мы пишем «Пушкина» в этом сервисе. «Пушкина». «Транслит». Оп, ну то есть, такой сервис, чтобы не париться с правильностью. То есть, я буду писать, скопирую даже отсюда. И то есть, это должно выглядеть так. «Пушкина». «Стрит». «Дом» у меня «3». «Квартира». Там пусть будет «76». То есть, вот так выглядит мой адрес, только конкретно с моими данными. И также вы заполняете только свои данные. Будьте внимательны. «Пушкина» «Стрит», «3». «Дом 3», «Квартира 76». То есть, почтальон обычно разбирается спокойно в этом. Ничего, никаких проблем не создается. Здесь вы пишете свой город, также на транслите. То есть, Донецк, там Украина, Киев, что... Ой, Украина, господи. «Донецк», «Киев», «Запорожье». То есть, непосредственно город, в котором вы живете. Штат, провинция, страна. Ну, то есть, Украина, Россия, Белоруссия, где вы проживаете. Свой почтовый индекс. Отнеситесь к этому внимательно, потому что почтовый индекс – это важно. Изначально по почтовому индексу приходят посылки в почтовое отделение, и потом уже разносится по адресам или разносится уведомление. То есть, почтовый индекс – это важно. Обычно, если вы сами не знаете свой почтовый индекс, уточните или у родителей, или у бабушки, или непосредственно в своем почтовом отделении уточните по своему адресу свой индекс. То есть, это почтовый индекс или еще по-другому называется zip postal code. Здесь вы заполняете свой телефон. Тут все понятно, я не буду рассказывать, как это сделать, потому что все и так понятно. Вы заполняете это для чего? Если вдруг у вас там не работает звонок, или вы не приходите, или не проверяете почтовый ящик, то есть, вам с почты, так скажем, обязаны позвонить и сказать, что, мол, посылка вам пришла, заберите, пожалуйста, уже вы ждете. Вот. То есть, мы заполняем и нажимаем, как вот нам перевел Google переводчик, экономить. Ну, в общем, мы нажимаем это, я не запомнил, вы нажимаете, то есть, адрес будет добавлен. Вот. Это очень важно, и в дальнейшем нам будет с вами просто-напросто намного легче заказывать посылки. То есть, заполните сразу адрес. Это удобно. Сразу заполнить и потом этим пользоваться. После того, как мы вот добавили с вами адрес, непосредственно мы уже можем перейти к поиску нужной нам вещи. То есть, поиск работает на английском языке. Иногда китайцы немножечко странно вводят название своего товара. То есть, с помощью переводчика Google вы можете искать что угодно, там, каким-нибудь шипы, там, или, ну, что угодно, неважно. То есть, переводите в переводчике Google, или сами переводите, если знаете, как правильно перевести, и ищите. Ну, в поиске вы просто потом, со временем пользования сайтом научитесь понимать логику китайцев, и как они пишут название некоторых товаров. То есть, иногда довольно трудно найти, хотя их очень много, этих товаров. То есть, сайт, в принципе, удобный, куча категорий, куча всего. И я думаю, что вот нам уже стоит перейти, например, к анализу продавца, анализу рейтинга продавца, и я вам покажу на примере своего заказа. Этот заказ, который у меня уже законченный, это законченный заказ. Вот мы перейдем. Покупал я такие бобы волшебные, то есть, вырастают, слова на них написаны. Ну, в общем, вы должны были видеть в моих видеообзорах эти штучки. То есть, я и показывал, как их выращиваю, и тому подобное. Ну, вот, например, попадаем мы... Нету такого у нас сейчас продукта. Ну, ладно, зайдем к этому же продавцу, у которого вообще нет продуктов. Что-то с ним странное случилось. Ладно, неважно, выберем любого другого продавца. Выберем электроника. Пусть будет... Блин, даже не знаю. Ну, какой-нибудь плеер HDD, я не знаю. Мне, в принципе, все равно абсолютно на чем вам объяснять и показывать. Вот, зайдем, например, на этот. Ну, просто вот, допустим, мне понравился этот плеер, понравилась его цена. Здесь мы сразу видим четкую информацию о том, что сколько он стоит по дисконту, сколько осталось до конца, окончания этого дисконта, скидку, по какой цене мы сможем покупать, если покупаем свыше 10 штук. Количество, которое нам нужно, мы здесь указываем, способы доставки, то есть, вы видите, в чем разница. Чем быстрее, тем дороже, так скажем. Вот, и мы видим рейтинг продавца непосредственно. Вот, зайдем в его магазин. Для чего нам нужен рейтинг продавца? Да просто-напросто, чтобы понять, кто он есть такой, обманывает ли он и тому подобное. То есть, непосредственно, это отзывы, отзывы на продавца, которые оставляются по описанию лота, по связи, как он общался с вами, и скорость доставки. То есть, это оставляют люди свои отзывы. То есть, у этого продавца 3537 отзывов. Это очень, да, это не очень много, но это довольно-таки много, это солидно. То есть, и все отзывы, так сказать, на пятерку, 98% положительных отзывов, это прекрасно. То есть, этот продавец, в принципе, нам подходит. Ниже вы видите описание товара, то есть, всегда здесь подробное описание. Мы это все пролистываем, прочитываем все. И тут вот начались отзывы от людей. То есть, кто-то пишет очень быструю доставку, качественный товар, кто-то пишет, отлично, товар прибыл, хороший. Ну, то есть, здесь все довольны. Здесь вы можете прочитать отзывы. То есть, о купле, о том товаре, который вы хотите купить. То есть, это довольно-таки удобно. И вот я перешел по ссылке посмотреть мой магазин. Весь магазин этого продавца. Здесь много всякой всячины, и всего подобного. Я в этом не очень разбираюсь, поэтому не буду углубляться. То есть, ну, вы можете подобрать из этого же магазина себе товар. То есть, вот мы выбираем таким образом с вами товар. Но у нас всегда оказываются какие-то, получаются, вопросы продавцу. То есть, что-то нужно уточнить, что-то мы не поняли из описания, или это какая-то вещь, но что-то нам, в общем, непонятно. Как вы видите, здесь есть такая флажка связаться с продавцом. То есть, сервисный центр это чат онлайн. Давайте нажмем, если продавец нам, получится нам получить от него ответ в онлайн режиме, если он здесь сейчас находится. Хотя, видите, часики горят. То есть, он находится сейчас не на месте. Ну, мы ему напишем Hi. Просто, может быть, он и ответит нам. Но, скорее всего, он не на месте. И я, скорее всего, всегда обычно пользуюсь такой связью. Ну, просто более удобно эти сообщения сохраняются. То есть, здесь иногда очищается история. То есть, автоматически. А здесь эти сообщения всегда хранятся. То есть, я, если что, могу предоставить доказательства того, что продавец мне говорил то или другое. То есть, если какие-то проблемы возникают или тому подобное. То есть, когда мы нажимаем сюда связаться, то есть, мы оставляем сообщение здесь. Можем загрузить фото. Добавить какое-либо фото. Здесь пишем текст. А, соответственно, на английском все продавцы знают английский язык. Нажимаем послать. После этого, вот здесь у нас появится такая единичка. И, мол, вам пришло там сообщение. Вот здесь, в этой графе мои сообщения. Здесь мы можем уже увидеть наше общение с продавцом. И так, и так удобно общаться. Просто продавец вам отвечает по возможности. То есть, когда его нет онлайн, вы можете ему оставить сообщение. В общем, выбираем так товар. Мы смотрим внимательно на рейтинг продавца. Мы смотрим на отзывы о товаре. Мы задаем вопросы, если нам что-либо непонятно. Не стесняйтесь. Можете спрашивать. Все, что угодно. Бывают всякие разные хитрости, к которым еще можно прибегнуть. Но это я вам еще попозже об этом расскажу. То есть, невозможно все так сразу охватить. Или вы дополнительно спрашиваете. Я обязательно вам буду рассказывать, объяснять, если вам что-либо непонятно. Будем считать с вами, что мы выбрали уже товар. То есть, я и вы, мы выбрали уже товар. И вот я вам уже покажу непосредственно, как заказывать. Вот я выбрал чай. Я хочу заказать себе такой чай. Ну, то есть, я вижу, что продавец совсем молодой. У него всего лишь 4 отзыва. Ну, то есть, совсем немного. Но отзывы неплохие. Я не думаю, что он меня прям будет обманывать или что-то. Ну, то есть, если что, я денежки свои смогу вернуть. Сейчас я вам еще вкратце расскажу об этом. Посмотрел его магазин. В принципе, у него достаточно много чая. Отзывов, конечно, мало. Но ничего. Такое тоже бывает. То есть, я готов рискнуть, потому что я готов защитить свои интересы. То есть, умею защитить свои интересы. Сначала все-таки вам расскажу все-таки о системе безопасности немножечко. А потом уже перейдем непосредственно к заказу чая. То есть, когда я покупаю чай и перечисляю денежки, я перечисляю деньги непосредственно не продавцу, а систему. Систему S-Crow. Это система. Как работает? Она хранит мои деньги на определенном... В определенное время. То есть, в течение, например, 60 дней, пока идет посылка, обычно, эти деньги находятся в этой системе. То есть, продавцу они не приходят. То есть, мне приходит посылка, я проверяю ее качество. Если меня все устраивает, я оставляю отзыв. Я могу оставить его раньше, чем 60 дней. Могу там... Мне пришла посылка за 20 дней. Я могу сразу оставить отзыв. То есть, вот я оставляю отзыв, его денежки переходят покупателю, и мой отзыв тоже переходит, так сказать, покупателю. То есть, если мне придет некачественный товар, я открою спор, диспут, то есть, я покажу видеосъемку товара, который я получил, покажу доказательства того, что товар пришел некачественный. Поэтому я все свои посылки снимаю на видеокамеру, чтобы доказать, если что, в случае каких-то проблем, тем, что продавец прислал мне некачественный товар. То есть, у меня были уже такие проблемы, были похожие проблемы. Мне продавец говорил, что он отправил товар, но трек-номера очень долго не было. Очень-очень долго мы открыли спор, диспут, ну, то есть, в итоге я получил свои деньги обратно. То есть, опыт в этом у меня есть. Чуть позже я расскажу все-таки вам уже подробнее об этой системе. Возможно, в отдельном видео уроке, чтобы показать вам как-то на примере. Ну, вот я выбрал этот чайок. Посмотрел, меня все устраивает. Еще его никто не заказывал, кроме меня. Ну, ничего страшного, будем первыми, я не боюсь. Кстати, вот еще про такую кнопочку удобную вам покажу. Добавить список с желанием. Ну, то есть, это будет для вас очень удобно. Почему? Потому что в моей списке здесь будет товар, который вы просто хотите, может быть, хотите купить, может не отдумайте. То есть, чтобы не потерять, его добавляйте в список желаний. А из списка желаний уже можете купить. То есть, не буду вас пока больше грузить ничем, расскажу уже непосредственно как покупать. Я, мне нужна одна штука за 9.90. То есть, я нажимаю Buy Now. Здесь мне выпадает вот мой адрес. Ну, здесь я подзамазал свой адрес. Если вы хотите, вы можете добавить новый адрес, то есть, добавить новый адрес спокойно можете. Если вы хотите, например, не на свой отыслать адрес, а прислать подарок, грубо говоря, своему другу или что-либо подобное. Или просто вот здесь вы, если у вас есть много адресов, вы выбираете другой адрес. То есть, здесь вы уточняете, чем мы хотим доставить. То есть, я хочу бесплатную доставку, чина поста, аирмейл. То есть, один лот. Тут просто мы, так сказать, уточняем. Здесь какие-то уточнения по поводу товара. То есть, обычно, если уточнять нечего, я просто пишу. Отправьте. Пожалуйста, быстрей. Ну, то есть, на мой взгляд, мне кажется, что это стимулирует как-то продавца. И еще маленькая хитрость от меня по поводу чая. Сейчас я напишу сюда кое-какое сообщение этому продавцу. И я напишу то, что по просьбу, чтобы он мне положил пробники. Пожалуйста. Так и пишу. Пишу просто в гугл перевозчики. Положите мне пробники другого разного чая. Спасибо. Ну, то есть, обычно продавцы чая, так сказать, ведутся на это. Ну, то есть, и в принципе, мы можем какой-то либо чай попробовать, чтобы знать, заказывать нам его или нет. То есть, я прошу, чтобы он мне дал пробнички и еще другого чая. То есть, мне это выгодно, будет приятно, я ему оставлю хороший отзыв, если он это сделает. То есть, мы все проверяем, информацию всю нашу. и теперь нажимаем и нажимаем Place Order. То есть, оплачиваем наш заказ. Здесь у нас выпадает такое меню, такое необычное меню. И способ оплаты. Мастеркард, Visa, Kiwi кошелек. Мастеркард, Visa и Kiwi кошелек. Я буду платить с помощью Visa. Эти все данные я также скрою, потому что это данные секретные мои карты. По поводу как получить карту Visa и MasterCard я расскажу уже после того, как мы оплатим наш заказ. Или вообще в отдельном видео уроке я еще не решил. То есть, сейчас не могу вам точно сказать. Ну, то есть, я вам объясню, как, по крайней мере, в Украине очень легко сделать карточку Visa. Даже можно сделать интернет-визу. То есть, вам даже не нужна будет в руках ваша пластиковая карточка с помощью такого банка, как Privat24. Ну, то есть, я сейчас вам расскажу, как заполнить эти данные. Расскажу, но показывать не буду. То есть, оплачу и мы с вами продолжим. То есть, ну, здесь я не скрываю, я заполняю свое имя-фамилию. Также обязательно на транслите. Вот. Здесь я номер карты. я думаю, что это для вас не является никаким сюрпризом. Номер карты везде видно, он в тыльной части карты находится. Ну, к примеру, там напишу что-либо, не важно, просто чтобы было понятнее. И срок годности вашей карты. То есть, например, моя карта действует до там 0.3 2017 года. То есть, на каждой карточке это также есть. Я, возможно, приложу или фото, или что-либо подобное к этому. И секретный код. Это последние три цифры. Ну, то есть, здесь вообще как бы все написано. Здесь написано три цифры после номера карты на панели для подписи вашей карты. То есть, это довольно-таки понятно, но я вам все-таки потом еще покажу, когда буду объяснять насчет заказа карты в Privat24. То есть, я думаю, что это вам будет полезно, чтобы вы могли от начала до конца провести заказ. Если у вас есть карточка Visa, это очень хорошо. Откройте на ней интернет-лимит, если вы понимаете, о чем я. И, пожалуйста, оплачивайте свои покупки. То есть, сейчас я оплачу товар и мы с вами продолжим. Вот я оплатил свою покупку, так скажем. то есть, вот такая штучка мне высветилась. И теперь я вам расскажу еще все-таки чуть-чуть про то, как отслеживать посылку. Расскажу я на примере своих посылок, которые я уже заказал. Например, вот вы видите здесь тапочки разные, кошельки, красотки Nike Air 13. То есть, всевозможного товара я уже назаказывал очень много. И, кстати, на этом примере я вам покажу как выглядят посылки. Вот то, что я только что оплатил чай. Как вы видите, что здесь написано. Ваш платеж проверяется. То есть, мой платеж сейчас проверяется. И вот очки вчера я оплачивал. тоже ваш платеж проверяется. Вот тот платеж, который проверился. Здесь написано ожидается отправки. То есть, продавец должен отправить. У него есть на это определенное время. То есть, вы видите, у него есть 4 дня, чтобы отправить мою посылку. То есть, он должен отправить мне и предоставить трек номер, который я могу смотреть. Сейчас покажу вам, где. Вот, например, на примере этих же кроссовок я вам покажу. Вот написано товар ожидает получения. Мы можем перевести. То есть, товар ожидает принятия. Нажимаем детальный просмотр. Как вы видите, вот трек номер. Трек номер. Сразу мне предоставил этот продавец. Очень быстро отправил. И, как вы видите, иногда этот таймер глючит. 52 тысячи. Вот, 52 дня, 16 часов, 55 минут, 54 минуты, 57 секунд осталось до того, как мой заказ закроется. То есть, если кроссовки мне не придут в течение этих дней, и я ничего не предприму, то эти деньги уйдут продавцу. И не факт, что он мне их отправил. То есть, следите за этим временем. Почему? То есть, если время будет подвигать к концу, например, будет оставаться 10 дней или 5, поинтересуйтесь у продавца, спросите, в чем дело. Если он вам не отвечает или что-то в этом роде, или посылка уже очень давно не отслеживается, ни на каких сайтах, я вам предоставлю сайты, на которых вы можете отслеживать посылку. То есть, вы открываете спор, ну, Open Disput, открываете Disput, спор, и об этом я уже подробнее чуть позже вам расскажу. Это будет, скорее всего, в отдельном видеоуроке о диспутах и спорах. Но, в принципе, я вам говорю, что следите за этим временем, это важно. То есть, если вы ничего не примете и товар не получен вам в течение 50, ну, в данном случае 52 дня, 16 часов, то продавцу продавец получит свои деньги. Если, например, просто какие-то проблемы с доставкой, продавец просто удлиняет это время, увеличивает его. Ну, нормальные продавцы так делают. То есть, вот эти кроссовки, вот он трек-номер. Что мы делаем? Как следить? Во-первых, здесь предоставлен сайт и сайтов в интернете море. Ну, я пользуюсь не всегда самым хорошим, не всегда самым точным, но простым сайтом PostTracker. Здесь мои трек-коды. Я здесь всего подобавлял много. То есть, я вам дам ссылочку на него. Вы здесь, я думаю, разберетесь это уж точно. Тут ничего тяжелого нет. Вы здесь сможете легко отслеживать, создать свою базу. Если у вас много посылок, мои сейчас пока еще не отслеживаются. Все посылки новые. только летят ко мне. Сроки доставки, понимаете, могут быть разные. От многого зависит. В России, так я вообще молчу сейчас, что там творится. Очень все долго идет. Все посылки, все кричат, мучаются и все остальное. Всякие форс-мажоры бывают. То есть, таможня или еще что-то могут задержать. Вы сильно тоже не паникуйте, но интересуйтесь у продавца. Почему или что? Если вас что-то волнует, у вас интересует, вы общайтесь с продавцом и следите за своими трек-номерами. Ну, в принципе, когда я уже говорил, вы будете получать посылку, я вам советую снимать ее на камеру. То есть, если там будет что-то не то или какие-то явные повреждения, чтобы вы могли это просто-напросто подтвердить. Подтвердить видеосъемкой, что посылка была в плохом состоянии и вернуть свои деньги. Ну, о диспутах я, как еще уже говорил вам, расскажу чуть позже. Но все-таки в этом общем одном большом уроке я вам еще расскажу про то, как в Украине легко, так скажем, сделать карточку. То есть, легко сделать интернет-карту, с которой мы сможем оплачивать свои покупки на Алиэкспресс быстро и безопасно, и все будет, ну, как бы нормально. То есть, сейчас я вам расскажу об этом. в общем, что я могу вам посоветовать для жителей Украины, в частности, это Приватбанк. Но, в принципе, то, что я сейчас буду рассказывать, подойдет, я думаю, и в других странах, так скажем, да, то есть, в России, в Беларуси, я думаю, что-либо подобное обязательно есть, банки есть, так же само, может быть, и Приватбанк у них есть, я не знаю. Но дело вот в чем. Что вам нужно сделать? Да, вам нужно будет поднять свою попу и пойти в отделение Приватбанка. Это для жителей Украины, говорю, ну, или в любое другое отделение другого банка, если вы жите в другой стране, и спросить вообще о подобных, о подобных картах, есть ли у них такие. Ну, скорее всего, 90% что есть. Ну, то есть, что нам нужно делать? Я говорю, рассказываю вам по шагу. Карту рисовать не буду, расскажу по шагу. Вы поднимаете свою попу, идете в отделение Приватбанка и делаете себе виза и делаете себе кредитную карточку с сервисом виза или мастер-карт. То есть, вы приходите к человеку, к консультанту, который там сидит, к менеджеру, и говорите, я хочу оплачивать свои покупки в интернете с помощью кредитной карточки, на которой есть сервис виза или мастер-карт. То есть, я хочу заказывать из Китая. То есть, напрямую объясняете свою ситуацию. У них есть карточки и мастер-карт, у них есть карточки и виза в Приватбанке. То есть, у них разные там всякие их разновидности есть. Но вы говорите, какая вам нужна и для чего. То есть, чтобы они понимали. То есть, спросите, я не могу вас просто консультировать, потому что они постоянно меняют разновидности всяких карт, какие-то когда-то есть, какие-то уже убрали. То есть, вы идете и просто общаетесь с консультантом и спрашиваете, что вам нужно сделать для этого. И он вам поможет. Вы сделаете карту, вы заполните форму, но вам должно быть 18 лет и вы сделаете эту карту. После этого, после этого вы получите свою карту. После этого я вам советую, советую вам зарегистрироваться в приват 24. Кстати, спросите о комиссиях, которые берутся с вас за зачисление денег на карточку. Спросите про комиссии, если я буду, например, сниматься будут деньги с виза счета, я буду оплачивать интернет покупки, какая будет комиссия. То есть, уточните все комиссии, а после я вам советую зарегистрироваться в приват 24. Для чего? Здесь вы откройте интернет-лимит и здесь вы уже можете открыть интернет-карту. Сначала расскажу вам про интернет-лимит. Интернет-лимит это лимит тех денег, на которые вы можете совершать покупки в интернете. То есть, вы поставите лимит 500 долларов в месяц, свыше 500 долларов в месяц вы не сможете оплачивать покупки. Это сделано для безопасности, чтобы если вы даже где-то проглядели свою карточку или показали кому-то случайный номер, чтобы эти деньги вас не сняли абсолютно все деньги с карточки, так скажем. То есть, это сделано для безопасности. Я пользуюсь интернет-картой. Если вы хотите, я могу снять урок, как сделать интернет-карту. Но в принципе, достаточно и обычной карты. Но в принципе, я могу вам сделать видео-урок, как сделать интернет-карту и как делаю это я. Я пополняю деньги на одну карточку с комиссией с небольшой, перевожу в доллары на другую и отправляю. Почему я делаю так? Потому что раньше не было возможности сразу с карты оплатить. Не было автоматической конвертации. Сейчас же вам достаточно будет одной карточки. Вы делаете одну карту, пополняете ее в терминале Приватбанка. Там есть терминалы, меню, пополнить карту. Там есть сотрудники. Как вы видите здесь помощь онлайн. То есть здесь можно постоянно консультанты чуть ли не круглые сутки. Вы можете все эти вопросы уточнять в Приватбанке. Но если вам что-либо непонятно по поводу оплаты, все равно спрашивайте меня. Если вы хотите видео-урок, заявляйте об этом и возможно я сниму его и так сказать вам будет легче, возможно, чем разбираться самому в этом. Но в принципе это не тяжело. То есть алгоритм наших действий такой. Поднимаем попу, идем в Приватбанк, делаем карточку с сервисом Мастеркарты или Виза. Так и объясняем что оплачивать покупки в интернет-магазинах Китая. Спрашиваем про проценты, пополняем карту, то есть они вам расскажут как там ее активировать. Можете сразу у них спросить про интернет-лимит там же, чтобы не регистрироваться в Приват24, если вам так удобнее. Просто Приват24 это реально живой интернет-банк, то есть я контролирую свои затраты, перевожу деньги с карт на карту, принимаю платежи и отсылаю. Это удобный сервис, если вам интересно, по поводу него то, что я использую, могу снять уроки. И в принципе вы пополнили деньги, у вас уже есть деньги на карты, открыт интернет-лимит, вы спокойно вводите свои данные, не показывая только их никому. Там, где мы их вводили при оплате нашего заказа, выбирайте сервис Мастеркарты или Виза, в зависимости от того, какая у вас карта. И спокойно начинайте оплачивать свои покупки. То есть вначале возможно будут какие-то трудности, но потом это доведется до автоматизма, как это делаю я. И это абсолютно легко, просто не составляет мне никакого труда. То есть все свои покупки я оплачиваю сам, спокойно, без посредников, без ничего, никто вам не нужен. Сами во всем разберетесь. Если что, спрашивайте, не стесняйтесь. Я такой же живой человек, как вы, я вам помогу, расскажу, обращайтесь. Можете абсолютно не стесняться. Ну, по привату 24, если вам все-таки интересно, я могу все-таки снять своих парочку небольших уроков, как я с этим справляюсь, как я с этим справляюсь. Ну, в принципе, все. Вы можете ждать следующие видео уроки по поводу диспутов на Алиэкспресс. Я вам расскажу о диспутах на Алиэкспресс, я вам расскажу о купонах на Алиэкспресс, то есть, что такое купоны, что с ними делать. Расскажу вам еще о подтверждении возможно заказа, ну, то есть, что нам делать после того, как мы получили наш заказ. То есть, в принципе, все. Я вроде бы все подробно вам очень подробно рассказал, но все-таки, если у вас какие-то сомнения или вопросы остались, пишите мне или в ВКонтакте, или на мой email. Я вам все расскажу, объясню и помогу. С вами был Данил Букреев. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих или видеоуроках, или моих обзорах. Подписывайтесь. Много интересного для вас. Стараюсь.